СПОРТИВНАЯ СИСТЕРА Он провел переговоры с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Бреждевым о проведении гран-при СССР в Формулы-1. Правда, тогда дальше переговоров дело не пошло. Но сегодня, спустя более чем 30 лет с момента той памятной встречи, мы можем познакомиться с одним из самых масштабных спортивных проектов в нашей с вами современности. Но для начала несколько слов о заряженных новинках автомобильной промышленности, которые мы и приехали тестировать в Олимпийский Сочи. Создав самую заряженную версию Range Rover Sport, в компании Jaguar Land Rover решили бросить вызов фаворитам в сегменте заряженных внедорожников, да и просто в сегменте заряженных автомобилей, спорткаров, таким монстрам этого сегмента, как М-направление компании BMW. Range Rover Sport SVR. Эта аббревиатура станет символом самых мощных автомобилей от компании Jaguar Land Rover. Не только внедорожников, Range Rover, но и обычных седанов. А здесь у нас 550 лошадиных сил и 4,7 секунды до 100 км в час. По-настоящему эту версию Range Rover Sport можно назвать одним из самых быстрых внедорожников планеты. И, что характерно, быстрых автомобилей много, мощных автомобилей много. Но здесь подкупает именно сочетание того, что у нас спортивный автомобиль с ярким харизматичным характером, неординарной внешностью. И это внедорожник, автомобиль, на котором вы одинаково уверенно можете чувствовать себя как на треке гоночном, так и вне дороги и вне населенных пунктов. Таких автомобилей мало. А какой звук! Ух, как он это делает с перегазовочками, с выхлопом, с хрустом. Очень приятно. Сегодня мы в самом сердце Олимпийского парка и Олимпийского Сочи. Приехали сюда сразу за несколькими целями. Во-первых, знакомство с одним из самых быстрых внедорожников в мире Range Rover Sport версии SVR. Во-вторых, это первый полноприводный Jaguar F-Type, и с ним мы познакомимся в боевом заезде. Но главная наша цель – это одно из самых грандиозных строений Олимпийского парка – Сочи-автодром. Современная история Гран-при России берет свое начало 9 октября 2010 года, когда в результате переговоров с главой Формулы-1 Берни Эклстоуном были согласованы условия контракта. И уже 14 октября того же года в Сочи было подписано соглашение на организацию Формулы-1 Гран-при России. Результатом этих договоренностей 20 сентября 2014 года стало торжественное открытие Сочи-автодрома, на котором уже спустя несколько недель успешно прошел первый в истории России Гран-при Формулы-1. Вот основные характеристики Сочи-автодрома – творение легендарного господина Тильки. Длина трассы – 5854 метра. Ширина – от 13 до 15 метров. Количество поворотов – 12 правых и 6 левых. Направление движения болидов по трассе – по часовой стрелке. Третий поворот трассы – с отрицательным уклоном, где болиды Формулы-1 достигают скорости свыше 300 км в час. Максимальная скорость болида Формулы-1 на Гран-при России – 334 км в час. Средняя скорость прохождения круга болида Формулы-1 – 226 км в час. Знакомство с автодромом мы начинаем с главной трибуны – шестиэтажного здания общей площадью 40 851 квадратный метр. Базовая вместимость которой вместе с временными трибунами на время проведения Гран-при России Формулы-1 составляет 50 тысяч зрителей. На первом этаже главной трибуны находятся касса автодрома, автомобильный музей, а также сувенирные лавки, кафе и масштабный макет всего автоспортивного комплекса. На третьем этаже главной трибуны располагаются вип-ложи. За приличную сумму можно почувствовать себя небожителем и наблюдать за гонкой с комфортом. Вот примерно за все за это вас попросят заплатить около 100 тысяч рублей за билет. Это, казалось бы, цифра для билета на гонку впечатляющая. Но, во-первых, это за четыре гоночных дня. Во-вторых, здесь вас и накормят, и дадут кондиционируемый воздух, прекрасный вид и очень, очень удобный выход на балкон. Далее мы попадаем туда, куда невозможно приобрести билет в кассе. Шестой технический этаж главной трибуны знаменателен сразу несколькими вещами. Во-первых, отсюда открывается потрясающий панорамный вид напрямую старт-финиш. Во-вторых, мы можем наблюдать за награждением. Отсюда хорошо виден подиум. И президентский балкон, тот самый, с которого Владимир Владимирович Путин наблюдал за первым Гран-при России. Техническим этот шестой этаж называют еще потому, что здесь расположены все коммуникации. А это далеко не техническая комната. Комментаторская кабина. Пространство не назвать масштабным, но вид, вид потрясающий. Для того, чтобы перейти в административно-спортивный комплекс, мы воспользуемся наземным переходом, который приведет нас в Паддак или на главную улицу комплекса. Сочи-автодром – одна из немногих трасс Формулы-1, где в непосредственной близости от боксов построены специальные стационарные здания команд, которые позволяют им не использовать передвижные дома на колесах. В непосредственной близости к трассе также расположен медицинский центр, который имеет полностью оборудованный реанимационный зал. Две малых операционных, кабинет с цифровым рентген-аппаратом, противоожоговый душ и кабинет терапевта. Здесь же расположено главное здание, или, как его называют сотрудники, башня управления гонкой. В главном здании этого автодрома, башня управления гонками, есть главная комната – центр управления гонками. Именно отсюда даются все команды. Именно здесь расположены все мониторы, выдающие картинку со всех камер на трассе. А здесь, это место специально отмечено красной наклейкой, сидит гоночный директор. Зовут его Чарли Вайтинг. Товарищ занимается всего лишь тем, что проводит каждую гонку и отвечает за все, что происходит на трассе в каждом гран-при Формулы-1. Это удивительно, но старт гонки дается пальцем, вручную. Чарли сам берет и нажимает кнопку, после чего все и начинается. Кстати, два кофе принесите, пожалуйста. В Центре управления гонкой Сочи Автодрома впервые в мире применена система видеоконтроля с использованием технологии Realtime Full HD, которая позволяет получать высокое качество изображения на 56 мониторах, отслеживающих движения автомобилей. Система работает на основе данных 48 камер, расположенных по периметру гоночной трассы. Непосредственно к Центру управления примыкает так называемый ПИТ-билдинг. Четырехэтажное строение площадью 34,5 тысячи квадратных метров. Здание включает в себя 33 бокса команд, секции, в которых расположена спасательная автотехника, и вип-ложи с наружными трибунами. Пожалуй, только наличие стеклянных, тонированных и, возможно, пуленепробиваемых панелей говорит о том, что мы в необычном месте. Ложа номер 306. Выглядит, как и любая другая ложа здесь, на третьем этаже ПИТ-билдинг. Но есть у нее одна особенность. Именно отсюда, 12 октября 2014 года, за ходом проведения первого российского гран-при наблюдали два человека, благодаря которым гран-при стал возможным. Это Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, и Берни Экклстон. Здесь тоже ничего премиального. Обычные ряды обычных кресел. Просто удобно расположенный балкон. Где-то здесь мог сидеть президент. В таком обычном пластиковом стульчике. Никакой кожи, ничего мягкого. Сейчас попробую проникнуться чем-то высоким. И здесь сидел президент. Удобнее от этого не становится все равно. Зато у главы государства был потрясающий вид на последний поворот перед прямой старт-финиш. И если бы он не решил принять участие в награждении победителя, с этого места он мог бы наблюдать за разливом шампанского. Но прежде чем принять души шампанского, пилот должен победить в гонке. Занять первое, второе или как минимум третье место, после чего попадает в этот коридор. Невозможно узнать, о чем думал Льюис Хэмилтон, спускаясь по этим последним ступенькам перед своим подиумом. В конце концов, это была не первая его победа. Но впервые здесь его ждал президент государства Владимир Путин. Вот здесь стоял Хэмилтон. Вот здесь они пожали друг другу руки. Здесь он поднял свой кубок. И на секундочку я почувствовал, как это круто. Там были все остальные. И здесь только мы, я и президент. Классные ощущения. Нужно признать, нам это удалось. Нам удалось построить современный технологичный автодром, способный принять любую гоночную серию. Спасибо. Включая Формулу-1. Но знаете, попасть в это место и не спробовать первый полноприводный Jaguar F-Type в деле, благодарю, это все равно, что посетить Диснейленд и не прокатиться на их самом крутом аттракционе. Итак, впереди боевой заезд на полноприводном, первом полноприводном F-Type R. Это 550 лошадиных сил. Движение по петлейн исключительно со скоростью 60 км в час. Движение по трассе ограничено только возможностями, в первую очередь, водителя, автомобиля, здравым смыслом. Болиды Формулы-1 здесь, на этой трассе, разгоняется до 330 км в час. Мы не имеем цели попробовать добраться до этой отметки. Здесь главное понять, как ведет себя автомобиль. Казалось бы, классический заднеприводный спорткар превратить в ростер повышенной проходимости, добавив его полного привода. Зачем? С какой целью? И здесь инженеры компании Jaguar утверждают с целью придать ему универсальности. Потому что, если пилот делает все правильно, автомобиль ведет себя исключительно, как классический заднеприводный спорткар. Если вы ошибаетесь и не попадаете в сложные дорожные условия, вот здесь и подключается полный привод. Трасса спроектирована очень интересно и небезопасно. Во-первых, она находится в черте города, и как у любой городской трассы, здесь вообще нет зомби-безопасности. Забудьте о гравийных ловушках. Любая ошибка пилота приведет встреча с бетонным отбойником. Главное опасение из-за появления полного привода – это исчезновение той отточенной управляемости и идеальной развесовки автомобиля. Так вот, хуже не стало. Породистый Jaguar заднеприводный перед нами. Но с возможностью повседневной эксплуатации в городских условиях. Целого дня знакомства с ними, вот что я скажу, они друг друга стоят. Один из лучших автодромов в мире и один из лучших спорткаров в мире. Теперь с полным приводом. И знаете что? Если Jaguar F-Type R полноприводный, доступен не каждому, то посмотреть на это масштабное сооружение, большой инфраструктурный объект, есть возможность у каждого. Уже этой осенью второй российский этап Формулы-1 ждет своего зрителя. Приезжайте сюда, в Сочи, и посмотрите на это событие, да и на это место, своими глазами. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова